Родственники погибших в аварии грозятся расправиться с водителем автобуса. По вине шофера в автокатастрофе погибло 6 человек. Еще 12 получили ранения. Татьяна Богатырева побывала на месте ДТП и расскажет всю хронологию трагедии. 47-й километр трассы Челябинск-Троицк. Водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и улетел в Квет. В салоне находилось 35 пассажиров. Я сам был свидетелем этой аварии и видел, что устоял наряд ГИБДД. И один выбежал из патрульной машины и начал останавливать автобус по Оскольской дороге. Обломки автобуса и вещи разбросаны на десятки метров. Шесть человек погибло, среди них беременная женщина. Еще 12 пассажиров доставили в районную больницу у ближайшего населенного пункта Емманжелинска. Травмы разные. Есть переломы, ушибы, сотрясение головного мозга. Елена Куленко вспоминает, скорость автобуса была слишком большой. Неужели водитель отставал от расписания и решил дать газу? Пошел на обгон, резко затормозил. Автобус перевернулся на бок. Люди выбирались из окон. Кто-то сам, кому-то помогли спасатели. Водитель в числе пострадавших был доставлен в больницу. Серьезных травм он не получил. Водитель опытный, с 83-го года рождения. По автобусу, значит, автобус имеет лицензию на право перевозки, оборудован ремнями безопасности. Единственная причина – это не справился с управлением. По основной версии, водитель не справился с управлением из-за плохой видимости на дороге. Кстати, это не первая катастрофа шофера. Он уже был виновником аварии, где погибли люди. Тогда суд наказал его на пять лет решения свободы. И вот опять крупное ДТП. Сейчас заведено уголовное дело. «Газель» ушла в крутое пике. Авария на объездной дороге под Челябинском. Это уже последствия ДТП. «Газель» улетела с дороги, с собой утащила и ВАЗ 13-й модели. А вот и виновник аварии сейчас оправдывается. Говорит, подвел гололед на дороге. При обгоне машину занесло. Началось с головой с управлением. По счастливой случайности, помощь врачей никому не потребовалась. Немного пострадал лишь водитель легковушки. Сам удивляется, как после лобового столкновения остался жив. «Бы сам пострадал незначительно. Вот небольшие ссадины, которые вы видите». Зато серьезные повреждения получили машины. У «Газели» и «Лады» всмятку капот. А это последствия аварии в районе ЧМЗ. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением, вылетел навстречку и лоб в лоб сошелся с грузовиком. «Выскочил автомобиль на мою полосу. Я даже не успел среагировать». В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «Мерседес-Бенц», который в настоящее время госпитализирован. Разбитую иномарку с места ДТП пришлось убозить на эвакуаторе. Нелепая авария с серьезными последствиями. «Мерседес» сбил пешехода и протаранил пять машин. Курьез в том, что иномарка двигалась задним ходом. А все началось с неудачной остановки. Водитель не успел на зеленый, резко затормозил и оказался почти на середине перекрестка и перегородил дорогу другим машинам. Другие водители, которым пришлось его объезжать, пришли к нему на разборки. Испугавшись, хозяин иномарки, он, кстати, был пьян, включил заднюю передачу и резко нажал на газ. В итоге сбил одного пешехода и разбил пять машин на светофоре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова